лекция на тему получается у нас работа с архивом архив это такое место где скапливаются все расследования агентов либо они расследованы закрыты либо они открыты либо они заморожены закрытое расследование это когда все вычислили убийцу и посадили ну доказали то что он виновен и посадили открытое это когда расследование еще ведется получается преступник все найдено но его нельзя арестовать из-за нехватки улик нет наоборот это замороженные за нехватки улик вот и расследование продолжается типа идет она идет или наоборот типа она заморожена пока что если улики всплывут то расследуем будет снова уже открыт а потом закрыта если улики подтвердятся вот получается у нас закрытое расследование то они закрыты говорил открыты это вот когда получается ведется процесс расследования да 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 это когда вот ты только увидел нарушение от него да и сразу же начал расследование заводить и ты не знаешь кто это ну ты знаешь что это сотрудник например какой-то да или бандит или или тот же мафиози и ты знаешь да это но типа ты не допрашивал его у тебя мало очень улик там одна только вот и и только лицо есть типа вот ну только фотографии лица записи записи фотографии не за счет этом делаешь вот так получается там расследование есть ход дело да это тебе надо короче описывать полностью в делом стиле также подчеркивает дату подчеркивает время когда у тебя это было полное описание твоих действий было в ход процессе вот этот пронумеровывать улики обязательно в расследовании типа лист улик вот досье собирать тоже туда в дело получается там имя фамилия сколько возраст какой там получается фотография его без всего без маски без очков без всего полностью лицо обычно вот сколько прожил в штате ну и там увидишь идет получается у нас заключение до заключение идет это ты там выводишь получается заключение это у нас что заключение это конец расследования да вот либо же ты хочешь это дело закрыть да но тебе что-то до мешает это вот например если ты делаешь расследование неприкосновенное лицо и пишешь там же что надо снять неприкосновенность через сенат с него или же или же тот же самый ордер для проведения на этот банды или в мафии типа надо ордер получать у этого у генерального прокурора и там заключение пишет надо получить ордер по этому делу все это получаешь ордер лекции с архивом бюро и прочее она окончена сейчас перейдем к другой лекции это у нас получается лекция ты можешь на форум зайти посмотреть а у тебя тут закреп основы работы инспекция федерального бюро и лекция преступные группировки организованная преступность преступности первых воротников борьба и методы выявления инспекционный отдел там такой указан по-моему ты сказал что-то про инспекционный да это получается отдел который занимается нормальной выполнен ну как контролирует работу государственной структуры типа где-то говорит что неправильно где-то говорит что правильно но не надо еще подтянуть и так далее вот и он следит за всем за всей работой получается вот потом у нас что у нас там и этот блять что там говорил преступные синдикаты да это все делается преступные синдикаты воротники потом банды это все через агентурную сеть или же в маскировке проводится получается если белые воротники да там например тот же розыск да возьмем за основу ты должен что сделать переодеться в маскировку взять с собой людей нужных агентов для задержания и кого-нибудь гражданского да вот гражданский попытается подкупить полицейского тот если берет взятку сразу же да ты это фиксируешь на камеру вот то что ей факт коррупции подтвердился да типа он есть и ты сразу же даже без не разговаривая заезжаете на это место ну вот забираете этого человека и уезжайте на допрос все понял белые воротники да получают но это и если человек сотрудничает с мафиями бандой именно в плане продают фуры те же самые это легко выяснить это тебе надо одеть маскировку опять же тоже маскировку одеться тебе под бандиты или мафиози такой вот и звонить ну узнавать номера бойцов и пытаться купить у них фуру если продает то это твое если не продает то он молодец вот получается что у нас еще там есть то получается это я про воротники преступности банды для того чтобы в банду вступить даже не вступить а надо что-то зацепку какую-то вот например мы задержали человека до оп везем на допрос допрашиваем в ходе допроса узнает что он работает на посольство например вот и и спрашиваю что у него все такие там типа ну на посольстве почему он говорит сто процентов говорит что нет это только вот моя инициатива так делать себя вести и ты уже знаешь что в этом посольстве что-то да не так и ты туда уже направляешь агента но это значит типа не только одного поймала сразу же на агента а вот это где-то ну чаще все чаще это делается те же ловите таких мелких соши которые работают просто уборщики те же самые вообще просто типа и ты их ловишь а у них ефк а там нарушена наркотики сабу еще все вот это там короче намешано этого ефк а очень много ну вот и ты потом уже закидываешь в генну агентурку туда агенты 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 в ходе работы узнает руководство узнает где расположено посольство узнает какие машины принадлежат посольству узнают руководство посольство старшая который узнает обычных шестерок которым не мелкие сошки а шестерки это да это вот отца восьмой седьмой шестой ранг вот такой банда все то же самое только банду легче намного так как за каждой бандой закреплен притон наркопритон они за него стреляются получается у них там идут какие-то межбандовые конфликты вот и кто притон отобьет можно очень легко понять потому что так как притон противоположный банди засаживать нельзя так как сразу убивают потому что на каждом притоне всегда есть по люди тебе надо одеться под бандита до смахивающие просто поездил за притона посмотреть как одеты бандиты вот и попробовать под них подстроить вот тебе надо от с афк выйди да вот тебе надо подстроиться под их стиль образ вот после чего ты подъезжаешь не близко к притону вот заходишь на притон и смотришь как увидишь даже не ты один а приезжаешь например с группой захвата вы стоите ждете пока кто-то посадит что-то и при этом у вас есть ордер на этот притон вы знаете у вас дело на этот притон лежит вы знаете что на этом притоне наркотики выращивают то что вы экспертизу делали ну вот и как только кто-то сажает вы сразу же задерживаете и на допрос все допрашиваете выходит то что это банда да типа он бандит все дела котики сажают вот и потом уже закидываете вот например боксерский клуб тот же баскетбольный клуб и туда же закидывать агентурку и все то же самое что и с преступными синдикатами вопрос есть по лекции нет все лекции для тебя закончена как и второй курс тоже распределение как проходить